Видели то, что появилось в небе над Аризоной ночью 13 марта 1997 года. Явление, получившее название «Огни над Фениксом», остается загадкой и по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok «Огни над Фениксом» «Таинство контактеров» Улыбайся. Пошли, мне уже надоело. Ну еще разок. Тебе самой не надоело? Погоди, батарейка села. Как? Я же недавно их меняла. Простите. Да? Да не может быть. Вы слишком молоды. Вы очень похожи на... Слушайте, мне надо идти. Извините. Да, да, конечно. Конечно. Таинство контактеров «Огни над Фениксом» «Огни над Фениксом» Да, мы говорили об этом две недели назад. Нет, мне нужны ответы и быстрее. Погоди. Да? Я перезвоню. Да мне плевать. Меня не интересуют другие епископы. Послушайте, святой отец, я должен зарабатывать сам. Да я банк ограблю, если понадобится. Нет, ну грабить, конечно, не пойду. Джо, подожди, иди сюда. Да какие собрания? Там дети с голуба умирают. Они не дождутся ваших собраний. Это что, все? Нет, есть еще, но думаю, те вас не устроят. Да, да, я здесь. Какое дело? Что вы делаете? Да мне плевать, в кого они верят. Дети голодают, им нужна еда, а не кресты. Нет, нет, в том и дело, что мы должны им помочь. Ладно, послушайте. Устраивайте собрание. Обсуждайте все, что хотите. Я пойду один. Пусть и без вашего благословения. Нужна еще обувь. Алло. Да. И сколько им нужно? Вот как портал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, дедушка. Привет, Эммит. Прости, я опоздал. Привет, привет, пап. Слушай, я все придумал. Мы посмотрим матч, и вообще много чего интересного будем делать. И вообще будем делать много интересного. Звучит отлично. Бери вещи и пошли. Хочешь увидеться в воскресенье? Я позвоню. Окей. Хороших выходных, Эммит. Спасибо, пока, пап. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Вы меня ждете? Да. Прошу прощения, я не хотел... Как дела? Я Джимми Андерсон. Я хочу вам кое-что показать. Журналист, который сделал снимки и потом передал мне, спас мне жизнь во Вьетнаме. Но я так и не узнал его имени. Он исчез так же внезапно, как и появился. Я никогда его больше не видел. Он как две капли воды похож на вас. Но только ему сейчас было бы лет сорок. Сходство просто поразительное. И я подумал... Может, вы его родственник? Зачем вы его ищите? Зачем? Да. Хочу узнать, кто он. Сказать спасибо. Пивом, в конце концов, угостить. Ну, даже если вы его не найдете, вам зачтется за такие мысли. Мне надо идти. Мне жаль. Послушайте, сейчас я подошел так близко к тому, чтобы, наконец, найти его. Ничем не могу вам помочь. Ничего страшного, можем встретиться и завтра. Или как-нибудь в другой раз. Одна голова хорошо, а две лучше. Мне кажется, вы ищете совершенно не там. В каком смысле? Вы ищете именно человека с фотографией? Конечно. А как иначе? Ну, мало ли. Спрашиваю. Прошу прощения. Мне действительно пора. Послушайте, я бы очень хотел встретиться с вами еще раз. Когда-нибудь. Значит, когда-нибудь. Где мне вас искать? Здесь. Просто спросите меня. А как вас зовут? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что такое, Джо? Святой Отец, я тут домой пошел. В церкви еще остались люди, так что я не стал ее закрывать. Вам еще что-то нужно, пока я не ушел? Нет, спасибо. Ладно. Доброй ночи. Доброй ночи. Зачем ты прячешься? Не знаю. Рефлекторно. Кэтрин, посмотри на меня. Нет. Что нет? То, что ты думаешь. О чем я думаю. У тебя есть муж, а у меня церковь. Это твой муж. Что он здесь делает? Я не хочу его видеть. Но я должен открыть дверь. Я не могу показаться ему сейчас. Просто не могу. Чем могу помочь? Отец Майкл, вы, наверное, помните меня. Я муж Кэтрин. Да, конечно. Я всегда помню тех, кого венчал. Я хочу с вами поговорить. Я сейчас немного занят. Может, придете завтра? Завтра может не получиться. Это не займет много времени. Хорошо. Проходите. Спасибо. Я обычно не курю. Вы, может, не самый удачный повод к вам прийти, отче. Я думаю, моя жена с кем-то встречается. Почему вы так решили? Я не могу объяснить. У меня нет доказательств. Просто что-то мне подсказывает. Я стал реже ее видеть. Ну, на самом деле, не одно только предчувствие, верно? Но это же легко заметить. Как она стала одеваться. Как она стала смотреть на меня. Это не что-то конкретное, а скорее... Как мозаика. И они заставляют меня так думать. Я пробовал с ней поговорить. Хотя как об этом поговоришь? Это непросто. Так, как я могу вам помочь? Я подумал, что если бы она кому-нибудь рассказала, то только вам. Во время исповеди. Исповеди тайны. Я знаю, просто подумал, что вы сможете помочь. Может, вы заметили что-нибудь? Или она говорила что-то такое? Поймите, у нас ребенок. Я просто пытаюсь сохранить семью. О, Господи! Эй, что происходит? Это не то, что ты думаешь, клянусь. Нет, нет, не надо. Мы все обсудим, все будет хорошо. Суки, ты... Не надо. Отче, отче. Отче, простите. Мне показалось, что я... Нет, не надо. Суки, ты сын. Суки, ты сын. Папа, не надо. Дэвид, отдай пистолет. Все будет хорошо, Дэвид. Просто отдай пистолет. Идиот, что ты наделал? С днем рождения. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Девушки отдыхают Фотографии Думаю, это ты А еще он просил передать тебе адрес Ладно У него были голубые глаза? Девушки отдыхают Почему ты плачешь? Потому что я не люблю математику Математику? Знаешь что? Я доктор химических наук, а до сих пор считаю на пальцах Но я не хочу быть доктором наук А кем ты хочешь быть? Поваром Понятно А почему ты не на работе? Вот мой папа сейчас на работе Но Почти год назад В один прекрасный день Я как и все вдруг ехал на работу И вдруг подумал А что если я сейчас не остановлюсь? И я снял галстук И ехал, ехал, ехал А твой начальник разве не рассердился? Нет Ну Немножко Джордж, это я, Джимми Я далеко Вообще-то да, очень Но я ухожу Нет, не пил Какая семья? У меня нет семьи Хотя хорошая идея Обязательно заведу, как только разведусь с компанией В своем уме? Иногда просто нужно делать то, что хочется Бывает, Джордж Мой папа тоже не любит своего начальника Может, ему нужно сделать то же самое? Давай, пошла Субтитры создавал DimaTorzok Отец Даниил, рад вас видеть Так далеко Но ты все-таки приехал Вовсе нет, просто долго искал Да, меня порой трудно найти Рад, что ты здесь, Майкл Присаживайся Отче Я приехал к вам потому, что хотел поговорить Я не священник вот уже 10 лет Не стоит называть меня Отче Ну? Священники бывшими не бывают Ты показался мне очень взволнованным, когда звонил В чем дело? Около года назад у меня начались эти странные головные боли Сначала я списывал все на стресс И не придавал им значения Но потом они стали сильнее И чаще А недавно Я стал слышать звуки Что за звуки? Не то, чтобы я мог их разобрать Хотя и не голоса Этих звуков я в жизни никогда не слышал Я хочу вам кое-что показать Пару дней назад Кто-то оставил это в моем доме И я понятия не имею, кто и почему Ты знаешь, что это? Это египетский крест Он называется Анг И означает ключ к скрытому и тайному Ключ к царству мертвых И вечной жизни Семь раз подряд я видел этот крест во сне И каждый сон я отлично помню С каждой из семи Об этом знает кто-нибудь еще? Нет Я ходил к врачу, но про звуки ничего не сказал Ты сказал, что нашел это пару дней назад Случайно не 13 марта? Именно В твой день рождения Вы помните мой день рождения? Я помню дни рождения множества людей Что говорит тебе твое чутье? Как ты сам думаешь? Что происходит? Если кто-то пытался мне что-то этим сказать То вернее всего этот человек просто безумен Может фанатик? Думаете я схожу с ума? Нет Нормальный? А что значит нормальный? Как я вообще могу объяснить то, что происходит в моих снах? Как кто-нибудь сможет заглянуть в мою голову? Это просто невозможно Ты знал, что в молодости я был атеистом? Нет Покажите мне, и я уверую Так я считал А в принципе я вообще ни во что не верил Что же случилось? Мне стало интересно Нашими глазами хорошо книжки читать Или водить машину, кино смотреть Но можем ли мы действительно полагаться на наши чувства Чтобы узнать, что реально, а что нет? К примеру Радиоволны Частоты Мы не можем ни увидеть, ни потрогать Но они вокруг нас Чего еще мы не видим? Виканси Лучия 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 Зачем же ты все-таки пришел? Я столько лет тебя не видел Вы положили жизнь на изучение чудес Вы занимались экзорцизмом И потом Вы мой наставник Кому еще я приду? Нет, не из-за этого Не все так просто Я читал стих из Библии И Я увидел ваше имя Когда это случилось в последний раз? Прошлой ночью Она начинается медленно? До этого происходит что-то заметное? Нет, просто начинается совершенно внезапно Этот рисунок Ключ ко всему Кто-то пытается связаться с тобой Вы же не думаете, что я держим демоном? Нет, нет Экзорцизм тут не поможет Это другой случай Можешь переночевать здесь? Да Могу Думаю, что теперь я смогу тебе кое-что показать Сюда, Майкл Кто бы это мог быть? Прошу меня извинить Сосед с той стороны улицы Просит подвинуть машину Я сейчас вернусь Сосед сон Я сейчас вернусь КОНЕЦ Он в коме. Когда он поправится? Пока трудно сказать. Мне жаль. КОНЕЦ Кто-то пытается связаться с тобой. КОНЕЦ Рисунок – ключ ко всему. Зачем же ты пришел ко мне? Я тебя уже столько лет не видел. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Годик. Может, два. Приходу в Чикаго пригодилась бы ваша помощь. Почему именно Чикаго? Потому что там холодно. Холод помогает думать. Знаете, это лишь вопрос времени, пока когда-нибудь... Всегда найдется когда-нибудь, кто скажет, что вы как-то связаны с исчезновением ребенка. Я вам скажу, что слухи уже... Что слухи уже... Что вы психопат, би-медиум и шарлатан. Давайте убедимся, что мы поняли друг друга. Вы стали обузой для церкви. Хочу. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 !А ПОКО! Кто здесь? 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 Да, здравствуйте, тут такое дело, я нашел какого-то чувака в машине, он не дышит, думаю, что мертвый. Загляни внутрь себя, ищи, задавай вопросы, глубже, еще глубже, иди, не бойся, страх, Майкл, узри свой страх, Смотри сквозь него, Майкл, смотри сквозь страх, иди дальше. Смотри за грань, Майкл, за грань, не сдавайся сейчас, забудь, Майкл, забудь. Загрань, Майкл, за грань, глубже, Майкл, это еще не все, смотри, дальше. Другже, Майкл, не сдавайся, иди за мной, не бойся, Майкл. Ты здесь, Майкл. Хорошо, не останавливайся, входи, Майкл. Что ты видишь? Что ты видишь, Майкл? Что ты видишь? Загляни вглубь себя. Хорошо, хорошо. Ты знаешь, где ты? Сейчас 1960 год, лето. Тем летом кое-что случилось. Что-то необыкновенное, что полностью изменило мою жизнь. Я сидел на скамейке в парке, рядом с моей церковью. Ко мне подошел незнакомец и сел рядом. Я был не против. Я бы с удовольствием с кем-нибудь поговорил. Тогда я много пил. Особенно в тот день. Я только что отпел маленькую девочку. Смерть ребенка – это очень тяжело. Тяжело принять. Что бы ты ни говорил родителям, все кажется таким... густым. Говоришь им, что она в лучшем месте. А что для нее лучшее место? Оно здесь, с ними. А может, смерти не существует? Умереть – это просто как проснуться в другом мире. Ты знаешь, почему я прихожу сюда? Быть может, это покажется глупым, но... мне приснился сон. Я был в парке, будто бы в этом. И тут кто-то подошел ко мне. Молодой человек. Года 32, не больше. Я не разобрал его лица. Однако он... Он выглядел как Иисус. Я почувствовал, что это Иисус. Он был таким... живым, настоящим. И тут я проснулся. С тех пор я прихожу сюда. Мы подружились. Он несколько раз приходил ко мне. Мы разговаривали обо всем на свете. Он был самым лучшим человеком, которого я когда-либо знал. Я был в смятении. Кто он такой? И откуда? Мы знакомы не первый день, но я ничего о тебе не знаю. Кто ты? Чем ты занимаешься? Откуда ты? Это так важно? Хочешь знать? Да. То, что я сейчас покажу, трудно будет понять. Просто попытайся успокоиться и не бойся. Я не могу описать то, что произошло со мной. Не хватит слов. Этого не объяснить. Это как миллион вопросов. И он показал мне начало всего. Он просто сказал, «Кто ищет, тот не должен останавливаться, пока не найдет. А когда он найдет, то будет потрясен. А когда будет потрясен, то он удивится и овладеет миром. Через два дня он вернулся. Тебе в церковь ходит одна пара. Они приехали из Италии около года назад. Да. Антонио и Мария Карино. Да, я хорошо знаком с ними. Женщина. Она не может зачать ребенка. Да. Ей очень тяжело из-за этого. Они перепробовали все. Они прошли несколько врачей, но они ничего не смогли сделать. Она не может иметь детей. У нее будет ребенок. Мальчик. И назовут его Майкл. Я хочу, чтобы ты присматривал за ним. Это твое предназначение. 13 марта 1997 года, в день своего 36-летия, он пройдет через превращение. Будет трудно. Он познает себя. И, наконец, будет готов выполнить свое предназначение. Что я должен сделать? Наставляй его. Обучи его добру. Через несколько дней после своего дня рождения он придет к тебе и станет задавать вопросы. Вера будет играть с вами в странные игры. Вера. Подними руку. Не могу. Она парализована. А ты подними. Он имел в виду любую веру, любые вероисповедания, любые самые извилистые дороги, которые приведут к одному и тому же. Когда ты веришь не в людей и не в слова, будут случаться чудеса, будут случаться чудесные исцеления. Шоссе Рок Спрингс. Где-то в четырех милях к... Я в порядке. Спасибо. Спасибо. Не спрашивайте, что произошло. Этот чувак вышел из машины и только что подошел ко мне. Похоже, он в норме. Понятия не имею. За три года он приходил ко мне еще семь раз. Все, что лежит в этой коробке, это его откровение. Ты был избран для этого, чтобы подготовить пути для того, что грядет. Есть множество таких, как ты. Ты не один. Ты будешь там, где ты необходим. Каждый из нас, Майкл, ищет смысл. И ответы. Но готовы пока еще не все. Истина может разрознить их. Но когда они будут готовы, только тогда мир, каким ты знал его, рухнет. Вся несправедливость, вся ненависть, вся ложь, и все раздоры исчезнут. И в тот день все станут свободны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...